Продажа монет Ultimate Team на все платформы у наших партнеров FIFA Group. Ссылки на них в описании и при покупке не забудьте указать, что вы пришли от PandaFX. Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX. Мы продолжаем играть в FIFA 15 Ultimate Team. И как вы помните, в прошлой серии я собрал себе новый состав, где в атаке были Бензима и Тевис. Так вот, Бензима вот мне очень сильно понравился. По статистике, в принципе, вы можете это понять. За 16 игр он забил 23 гола и сделал 13 ассистов. А вот Тевис как-то не очень, если честно. Он там такие ляпы вообще делал. Поэтому Тевиса я нахрен решил продать и собрал себе новый состав. Та-дам! Вот таким вот образом он выглядит. Бейл в атаке, не удивляйтесь, это очень охуительно. Я вам сейчас покажу статистику. За 6 игр 9 голов и 5 ассистов. Бейл мне очень нравится на месте ФРВ. На фланге я поиграл, ему не особо понравился. И я переделал схему, собственно, ради Бейла. И это схема в трех защитников. Я, конечно, наверное, буду много проебывать такой схемой. Но некоторое время все-таки я решил поиграть вот таким вот составчиком. Итак, первый соперник на сегодня найден. Команда называется Бистмод. Ну, такая нормальная команда в плане игроков, но не в плане интереса. Команда так себе скучна. О, великолепно. Как же я люблю эту хуйню. Когда я делаю ложный замах, он берет и просто ебает мяч. И у нас есть возможность уже забить Бензима. Ну, башкой! Очень плохой удар. Очень плохой удар. Не знаю, почему настолько отвратительно Бензима ударил. Вроде он на втором этаже охуительно и башит же. О, вот этим и плоха схема в трех защитников. Тем, что фланги постоянно свободные получаются у вас. Так, Гаррет. Гаррет Бейл на Бензиму. Бензима, отлично! Ну, вот что такое Бензима? Ну, ты, блядь, отобрал мяч и споткнулся. Блядь, ну... Это пиздец как неуклюже выглядело. Ух, нихуя! Нихуя тебе какой пас! Филипп Лам! Бейл! Да что вы все делаете? Блядь, такие моменты не забивают эти уебаны. Неплохо, неплохо! Бензима! Тут надо забивать! Блядь, ну, у него вратарь с улучшалкой стоит, поэтому, блядь, он сейчас будет стоять как супер спайдермен 90-го левла, наверное. Так, Бензима. Бензима опасна Бейла! Бейл! 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 Да ёптвою, что я сделал? Надо было просто обойти вратаря. Так, Бейл на Бензиму. Ну, Бензима, ну тут-то забить-то надо! Наконец-то, блядь! 1-0! Карим Бензима забивает. И мне новое празднование понравилось. Тут оно вот так вот. Вертухан пускает охуительным образом. Я люблю к судье подбегать и вертушенцию делать, и он так ёбает его классно. Давайте угадаем, что будет делать соперник. Конечно же, бежать с центра поля. Джеймс Родригес на Кариму Бензима. Сейчас можно второй забивать. Сейчас можно второй забивать! Карим! Финишинг 91. Что-то я его не чувствую. Хотя, блядь, он охуительный, я на него даже не жалуюсь, но в таком моменте надо было забивать. Так, Гаррет Бейл. Гаррет Бейл. Да. Я, конечно, мог сыграть и получше, но сыграл как можно хуже. Пас на Бейла. Бейл. Обратно на Матюйди. Матюйди! 2-0. Я не знаю, какого хрена Матюйди вообще попёрся в атаку. Но он попёрся в атаку и забивает. Вот так вот бывает в нашей жизни. Не-не-не-не, чувак. Стопуем его сразу, блядь. Стопуем его сразу. Отлично. Отлично. Сейчас можно ещё один забить. Гаррет Бейл выходит 1 на 1. Ах, сука! Давид Луис Саныч. А могли забивать ещё один. И можем! Да, блядь, посмотрите, что делает вратарь. Он вообще ебанутый. Мы хоть и забили каким-то хером два меща, но он пиздец что делает. Реакция миллион. Так, Бензима. Бензима на Бейла. Или кто это? Не, это не Бейл. Это Хамис Родригес. Чё-то как-то легко нам всё это даётся. 3-0 уже счёт. Ох, какая разыгровочка у нас получается. Гаррет Бейл всё портит. Блядь! Её держать. Ух, Ботенг! Отличный отбор. Лучше просто не придумать. Всё, заканчивается первый тайм. 3-0. Пока что уверенная победа абсолютно получается у нас. Опасно, опасно. Держать, держать! Подача нет! Блядь, сука! Первый удар соперника поворотом. Это гол. С навеса. Филипп Лам, конечно же, да, на втором этаже. Хоть и у меня частенько выигрывал, но... В данном моменте он оказался очень маленьким пиздюком. На нахуй, блядь! На нахуй, блядь! Получай! О-о-о! Великий Бейл! Не забивает с такого ракурса. Да. Здесь, кстати, счета 3-0, 2-0. Вообще на похуй отыгрываются. Поэтому не стоит расслабляться. Так, Гаррет Бейл. Гаррет Бейл. Гаррет Бейл! Гаррет Бейл! 4-1. Филипп Лам. Ну сбегай, Бензима! Хуй ты встал! Хуй ты встал! 5-1. Филипп Лам. Отличный пас на Бензиму. И счет становится у нас 5-1. О, полетел, блядь, центральным защитником. Вообще сумасшедший парень. Посмотрите, что он делает. Он центрального защитника отправил на фланг. И он, блядь, проходит по флангу еще. Посмотрите на это. Ой. Затоптали! Держать! Фуф. Сейчас чуть-чуть не забили нам. Подача. Выноси! Да выноси, блядь! Блядь, я не знаю, что сейчас делать. Сильва, он как уебок сыграл полный. Нет, 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 нет! Ну, блядь, ну какого хрена? 5-2 счет становится. Давайте покажем этому парню, что такое настоящая скорость. Что такое настоящая скорость от Бэйла. Покажем. Вот так вот надо по-настоящему играть. Понял? Понял, блядь! Штрафной, блядь! Или пеналь? На нахуй! Ну, да. Так себе. Было. Ух, бензима, как не забил сейчас чуть ли. Охуительно, что я делаю, еблан? Да пиздец, блядь! Ёб твою мать, что я делаю, блядь? 5-1 вел уже 5-3. Я ебал эту игру раком. Я выпущу Давида Луиза в опорку вместо Лама, потому что Лам уже мертвый. И вместо бензимы выпущу Эрнандеса. Почему бы и не стрельнуть? Почему бы и не стрельнуть? Давид Луиз, удар! Ух, какой удар! Ничего так стрельнул Давид Луиз. Опять он полетел одним игроком! Да ну нахуй! 5-4, блядь! Что за пиздец? Чуваки, я не готов. Я не готов! Фуф! Ебать, я пересрался! 5-1, чуваки, вел! Ёб твою мать! Как я умудрился! 5-4! Ебучий Лакозет! Да, этот петушарый, конечно, доставил мне проблему. Лакозет вообще какой-то ебантяй. Судя по всему. Оценка 9-3. 3 гола забил, блядь. Пиздец, блядь. Серигу каждый удар пропускал, наверное, получается. По такой статистике. Да, блядь! Каждый удар гол! Посмотрите! 4 удара в створ, 4 гола, блядь! Какой, нахуй, финишинг у этого петуха, блядь? Лакозетта. То, что, нахуй, все забивает вообще. Но, к счастью, мы выигрываем все-таки в этом матче. Несмотря на все это дерьмо. И зарабатываем 3 заслуженных очка. И пока что идем без поражений. Нашли второго соперника на сегодня. Сыграно 100, рейтинг 80. Это у нас Бундеслига. Ну, большинство соперников, которые у нас встречаются, они играют одними лигами. Все уже, я думаю, знают о возможностях собирать гибриды. Но все равно люди продолжают собирать одни скучные лиги. Так, Лукас. Лукас, неплохо. Гаррет Бейл. Бейл на Хамеса. Или Джеймса, кому как удобно. Замах. Подача на Бензиму. И... Блядь, ну здесь 1-0 должен был быть счет уже. А, это Билл Херман. Но все равно борьбу выиграл, но забить не смог. Заебись, блядь, потеря мяча. Очень не кстати. Рамос, подача теперь на мои ворота. Мать веди, на кого? Я не знаю, кто это. Бейл. 1-0. Гаррет Бейл хорош. Даже с правой ноги он забивает. Ой, блядь, начинается, начинается, блядь. Начинается. Я его рот ебал. Я не могу уже играть в эту игру, блядь. Ну это реально бред какой-то, блядь. Почему каждый раз, раз за разом какой-то пиздюк, блядь, с центра поля, блядь, обводит всю мою команду. Я заебался уже, честно. Держать, держать, опасно может быть. Бензима, бензима. Охуете на удар, бензима. Ух, какой пас, ух, какой пас на Джеймса. Джеймс на Бейла, точнее на Бензиму. И Бензиму валят. Так, здесь можно со штрафного зарядить. Да, блядь, серьезно? Так, бензима на Бейла, Бейл. Сука, блядь. Вратарь тащит. Пеналь. Ну давай, бензима. На нахуй. 2-0. И давай, вертухан. Вот так вот, бензима, конечно, великолепен. Когда нужно. Так. Вот, вот, блядь, вот нет, пожалуйста, нет, 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 нет. Только не говорите, что мне опять... Уйди. Нет. Боже мой, опять чуть не залетел с центра поля. Блядь, идите в пизду, блядь. Опять я только забиваю, опять пропускаю. Ну, что это, блядь? Кто его держал? Где три защитника центральных моих, блядь? Ну, Бейл. Просто отсоси, блядь. И давайте покажем еще один вертухан. На нахуй. Блядь. Теперь главное законтрить его проход. Главное законтрить этот... Опасанный проход, на нахуй, блядь. Научились контрить проходы. Ну, как научились, так. Да ладно, без офсайда? Да что это за матч, блядь, я не понимаю! Я, блядь, три раза забиваю, он три раза, блядь, через минуту забивает. Это как такое возможно? Все, заканчивается первый тайм. Ладно, будем играть по методу соперника, почему бы и нет? Мы тоже имеем скоростных игроков, почему бы не пробежаться? Почему бы и нет? Действительно, почему бы и нет? Ну, Карим, Бензима. Бензима, блядь, нахуй! Роман тащит, блядь. На нахуй, 4-3, блядь! Ну, если, сука, я сейчас опять пропущу, я уже не знаю, блядь. Я уже не знаю, что надо будет делать. Это будет пиздец. Что за матч, ебанутый, блядь? Ебанутишь и просто матч. 4-3 на 50-й минуте уже. Все, держать. Пацаны, держать. Ну, хуля, вы разбегаетесь? Они сами разбегаются, блядь. От мяча убегают. Боятся парни. Сейчас, возможно, нам залетится с какого-нибудь ебанутого... Штрафно! Чуть не залетело, чуваки, блядь. Чуть не залетело, нахуй. Ебать, блядь, нахуй, выбейте этот мяч. Ну, Херман. Херман! Херман! 5-3. Так, стало полегче, немножко полегче. Что, не проходит больше? А нет, проходит. Штрафной. А, еще и мой штрафной, заебись. Ай, блядь. Еще могли еще один забить. И тогда уже можно было точно уже успокоиться. Да пиздец, блядь! Да пиздец, блядь! 5-4! Что это такое, блядь? Что это за матч, блядь, ебанутый? Что это за матч, ебанутейший? Это пиздец, блядь! 5-4 счет! Каждый удар гол! Серигу! В чем твоя проблема? Вау! Какой удар от Гарета Бейла, блядь! Ну, здесь-то, здесь-то, пензима! Все, блядь, 6-4! 6-4, блядь! Когда вы увидели такой счет? Ну, возможно, видели, но... Насколько часто вы это видели, блядь? У меня, кажется, таких матчей еще не было в FIFA 15 Ultimate Team. Серьезно. Чтобы настолько ебанутый счет был, 6-4! Это пиздец! Все, блядь, пацаны, паркуем автобус, блядь! Я уже заебался, блядь! Честно! Все! Заканчивается у нас этот ебанутый выпуск! Ебанутый в плане счетов, блядь! Сначала 5-4 счет, теперь 6-4 счет! Мне кажется, тут дело в том, что у нас хорошая атака, мы много забиваем, собственно. И 3 защитника. От этого мы много пропускаем. И вот такая вот хрень в итоге получается. Так, забивали у нас Гаррет Бэйл, Бензима, Херман и Буатенг. Яркие моменты матча. Давайте вспомним. Сначала забивает Гаррет Бэйл. Тут неплохая перепасовочка и гол. На мою перепасовочку он ответил проходом с центра поля. Я не могу понять, как это остановить. Почему мои долбоебы постоянно разбегаются? Вот куда он бежит? Почему от мяча не убегают? Это для меня большой вопрос. Далее мы с пенальти сбиваем Карима Бензима. Потом, блядь! Нахуй! Посмотрите на гениальную игру моих защитников. Раз защитник. Два защитник. Три защитник. Где третий? А, третий. Смотрите, где он? В правый угол. Посмотрите. Это, кажется, мой защитник именно и есть. Николу. Стоит и смотрит куда-то в сторону. Вот что он делает? Вот это интеллект защитников типа пиздатый, да? Посмотрите, что он делает. Он стоит и просто смотрит в сторону, блядь. Когда шокери у меня один с мячом. Гениально. А, посмотрите! Посмотрите! Еще и лучше! Он убегает от мяча. Вы взгляните на это. Он отходит от мяча, блядь. Понимаете, насколько охуительный защитник? И шокери тут, блядь. Он даже не ударил. Он просто коснулся мяча. Посмотрите. Великолепно. Великолепная игра. Далее тут забивает Гаррет Бэйл. Так, а тут не было разве офсайда? Посмотрите, чуваки. Мне тут кажется, что тут был офсайд. Не знаю, как вам. Но у меня какие-то такие предположения, что это похоже на офсайд. Ну, неважно. В общем, опять тут на скорости Рамос отрывается и забивает. Далее у нас забивает Боатенкс углового. Далее забивает Херма у нас тут на ложном замахе и бам. Потом Рамос. Тут опять, посмотрите. Гениальная игра защитников. Гениальная игра защитников. Тиаго Сильва. Один из лучших центральных защитников FIFA 15. Не смог удержать Рамоса. Вот что он делает? Куда он бежит? Куда он смотрит? Я не понимаю. А, великолепно еще. Посмотрите. Посмотрите. Охуительно, блядь. То есть, прикиньте, вот пропускать голы из-за того, что мяч прошел сквозь ногу. Насколько тут все заскриптовано. Это же пиздец, чуваки. И вот это симулятор, блядь. Они эту проблему не могут исправить с 14-й FIFA. Вот что они реально делали целый год, блядь. А так, в принципе, две победы. Нормально держимся в пятом дивизионе без поражений. С вами был PandaFX. Если вам не трудно, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видосом. Я пошел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok